Всем привет! Сегодня у меня подборка отличных, потрясающих фильмов, политических триллеров, серьезных и очень интересных. Первый. Опасное расследование. 2017 год США. Режиссер Роб Райнер. В ролях Вуди Харрельсон, Джеймс Марсден, Роб Райнер. Продолжительность 1 час 30 минут. Триллер, драма, военный, биография, история. Дослонный перевод названия фильма «Шок и трепет». Фильм по реальным событиям. После теракта 11 сентября виновных ищут и находят на удивление быстро. Усама Бен Ладен был признан ответственным за теракт и было принято решение о вторжении США в Афганистан. А также по официальной версии было сообщено, что Бен Ладен получил поддержку от президента Ирака Саддама Хусейна. В то время как почти все средства массовой информации присоединяются к этой версии, два репортера Джонатан Ландэй и Уоррен Стробел из американской медиакомпании Найт Рида проводят собственное расследование, в ходе которого выясняют, что Саддам Хусейн не имел никакого отношения к терактам. Выяснилось, что государственный секретарь Колин Пауэлл представил сфальсифицированные доказательства об оружии массового поражения в Ираке в ООН 5 февраля 2003 года, после чего было решено начать войну против Ирака. 18 месяцев спустя после свержения Саддама Хусейна Пауэлл признал, что разведданные, что Ирак обладал оружием массового поражения, оказались неверными и объявил об отставке и принес извинения. Но кому нужны извинения, когда война произошла и ее последствия продолжаются до сих пор? И, безусловно, огромную роль в этом признании сыграло расследование репортеров Джонатана Ландея и Орена Стробала, которые, вопреки всеобщей поддержке заявлений политиков и опасности для них самих, смогли открыть миру правду. Второй. Тропой войны. 2002 год США. Режиссер Джон Франкенхаймер. В ролях Майкл Гэмбан, Дональд Сазерленд, Алик Болдуин. Драма «Военная биография». Продолжительность 2 часа 45 минут. Потрясающий фильм. Это просто наглядное пособие о том, как, почему и для чего устраиваются войны и как их заканчивают. Где люди воспринимаются политиками всего лишь как средство для достижения своих целей, их жизни не значит ничего. И, конечно, правильный перевод фильма «Путь к войне». Это настоящее название, полностью отражающее смысл. Причем фильм буквально затягивает. Чем дальше, тем интересней. Майкл Гэмбан в роли президента США Линдона Джонсона просто восхитителен, отлично изображая грубого, невоспитанного техасца, жестокого и решительного, но в трудном положении, легко поддающегося влиянию. Алик Болдуин в роли министра обороны Роберта Макнамары и Дональд Сазерленд в роли Кларка Клиффорда, советника президента, также восхитительны. Фильм исследует решения, которые привели к войне во Вьетнаме и ее последствиям. Хотя участие США в войне во Вьетнаме началось еще в 1940-х годах, именно во время президентства Джонсона, конфликт перерос во внешнеполитическую катастрофу. К 1968 году во Вьетнаме находилось более 500 тысяч американцев. В США были массовые протесты против войны, но политиков это не останавливало. Война продолжалась до тех пор, пока все не пришло к катастрофе и осознанию невозможности победы. В фильме протесты в США показываются как бы мимоходом и нет абсолютно никакого упоминания о том, что людей сажали в тюрьму за отказ идти на войну. Один пример Мохаммеда Али чего стоит. Но в фильме этого нет. С одной стороны, фильм иногда можно заподозрить в пропаганде, но с другой стороны, это потрясающая работа режиссера по исследованию мотивов политиков, их любви к своим семьям и абсолютным безразличием к жизни остальных людей. Третий. Уэйка. Последствия. Режиссеры Дрю Даудл и Джон Эрик Даудл. В ролях Майкл Шеннон, Джованни Рибизи, Киан Джонсон. Драма. Итак, наконец-то долгожданное продолжение сериала Вэйка 2018 года. И продолжение задалось. Пока только вышел первый сезон, и я смотрела его не отрываясь. Очень приятно снова видеть Джованни Рибизи. Давненько его не было видно в серьезных ролях. И здесь он как нельзя кстати в роли адвоката Дэна Когдала, выживших участников секты. Действия фильма происходят через несколько месяцев после того, как ФБР совершило налет на территорию Дэвида Корреша и его секты Вет Давидова. ФБР начинает судебное разбирательство по обвинению пятерых выживших сторонников Корреша. Майкл Шеннон в роли спецагента ФБР Гэри Несснера продолжает свою первоначальную роль. Он по-прежнему переживает, что не смог спасти людей и открыто критикует официальную историю ФБР произошедшего. И еще в сериале появился запоминающийся персонаж, сомнительный информатор адвоката Когдала и теоретик заговора Гордон Новелл. Ну что же, мне сериал очень понравился, очень захватывающе и интересно. Жду с нетерпением продолжения. На сегодня все. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, не забывайте смотреть мои остальные видео, у меня много очень хороших фильмов. И до встречи!